Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей, с вами Бутылкус, где-то вот сейчас вот в отражении меня можно увидеть. Личный позывной радио 3 Павел Леонид Николай. На самом деле это и анонс, и микрообзор, если хотите. В общем, ну, чего обзирать-то приобрел я к своему, вот к этому согласующему устройству, прибор показометр. Это самый дешевый прибор на рынке, СВР-метр. Точнее, даже он не метр, он просто показометр. Про него рассказывать я даже не знаю, чего. Это самый обычный рефлектометр-показометр. Я думаю, все в курсе, как он работает. Два положения и калибровка. То есть, проходящая мощность, отраженная волна и, в общем-то, резистор калибровки. Внутри даже, даже боюсь предположить, что внутри, ну, скорее всего, там полосковый, как это, токовый датчик. И все, собственно. Два диодика, два кондерчика, ну и переменный резистор. Ну и вот тумблерочек, который переключает. Значит, как пользоваться? На самом деле, КСВ-метрами, ну, да все просто. Даже индикаторами КСВ. Давайте сейчас покажу. Настраиваемся на любую частоту. Вот у меня 3571, чтобы никому не мешать. Нет режима частотной модуляции, чтобы выдать чистую, несущую, полной мощностью. Зато у меня есть, зато у меня есть вот амплитудная модуляция, которая, как несложно, в общем-то, догадаться, выдает четверть мощности, несущую. Тут цифра, но на самом деле, это слышно. Да, цифра, но тут полоса пропускания 6 кГц, поэтому, на самом деле, несущая будет точно на этой частоте. Значит, как пользоваться? Мало ли, может, он не знает. Переключаем в положение калибровки, форвард. И начинаем. Давайте вот так вот сделаем. Да, вот. Резистор в некотором минимальном положении. Это, чтобы стрелку не загнуть. Вот сейчас он вроде как обнулен, но на самом деле надо будет разбирать. И нажимаем на педаль. Вот пошла моща, да, вроде бы. При этом микрофон у меня отключен, штекер микрофонный. Вот он. Отключен. И калибруем прибор. Для этого резистор вращаем до тех пор, пока стрелка не ляжет в положении сет. Можно, на самом деле, даже больше. Вот так вот. Чисто для того, чтобы более мощно было видно отраженку. Все, отпускаем. И переводим в положение отраженной волны. И снова даем мощу. КСО единица. Ну, неудивительно настроено. Теперь я вращаю. Я вращать буду сейчас вот так вот. Чтобы было заметно. И смотрим, что происходит. Галетный переключатель я оставлю в том положении, как он есть. Но вот буду вращать два конденсатора. Видно, что у меня маркер установлен. Значит, на 80 метров. Помните, как это делалось? Да, и тоже 80 метров плюс-минус. Но тут в цифровой участок чуть-чуть сдвинуть, и все будет четко. Смотрим, что происходит с КСО, если, например, начать двигать. Ничего. Неудивительно. А вот здесь начинает потихонечку расти. То есть, в общем-то, во всем диапазоне у меня КСО очень даже ничего так приличный. Но тут уже расстраивается. Но это куда-то больше в ССБ-участок. Ну, давайте проверим это, в общем-то, на практике. Ну, давайте от балды переключим галетник подальше. И, оп, КСВ сразу огромный. Нет, при том, что неправильный. Калибруемся. Вот снова вот так откалибровались. Отлично. Переводим в положение отраженки КСВ-2. Ну, вот, можно покрутить что-нибудь. Давайте входной покрутим. Ну, вот, как-то так. И еще теперь можно повращать выходной конденсатор. Нет. Ну, вот, тем не менее, лучше полутора. Хотя, на самом деле, есть нарекания к этому прибору. Это вообще самый дешевый прибор на рынке. Если не верите, проверьте сами. Ссылка в описании. Вы прям щелкните и попытаетесь найти аналог дешевле. Доставка прямо из Москвы быстро приехала. Вот, этот показометр, он мне и был нужен, в общем-то, для работы здесь же, в общем-то. Да, необходимо перепролюброваться. Частота та же самая. Ну, давайте ради интереса теперь изменим частоту и снова попробуем. Чтобы никому не помешать, уйдем куда-то. Да, вообще на границу диапазона. Калибруемся. Нарев. КСВ около двух. И вращаю конденсаторы. Полутора. Вот, как несложно увидеть, мы уложили стрелку в ноль. Индикатор отдаваемой мощности. Вот он. Все 30 Ватт. Ну, не 30, а 25 Ватт в амплитудной регуляции. В общем-то, как несложно догадаться, это 25% от мощности 100 Ваттной в SSB. Ну, и ради интереса можно вот так и попробовать. Да, здесь какой-то цифровой модем работает или что-то типа этого. Ну, вот телеграфом. Телеграфом можно работать в любом участке любительского диапазона. Так что смотрим на индикатор мощности. Все. Еле-еле стрелочка дергается. Вот так. И смотрим. Отдаваемую мощность. Сейчас стрелка будет ложиться. Да? Вообще бьется. Ну, тут неудивительно, как бы тут 100 Ватт уже идет. Ну, и, конечно, видно, что она не в нуле. Вот она пошлепалась-пошлепалась. Вот. КСВ вот так вот переключил. Вот, едва-едва дрожит стрелка. Вот и все, собственно. Ну, а это еще не все, друзья мои. Я не об этом-то, наверное, хотел рассказать. Хотя, конечно, почему нет. Может, кому-то будет интересно. Вот. Может, кто-то не знает. Но вот для начинающих все очень просто. Вот. Самый простой прибор, который будет полезен вам. На самом деле, любой начинающий радиолюбитель, я считаю, обязан его сам изготовить. В общем-то, я такие изготавливал. Вы не поверите. Сейчас покажу. Вот прибор, который я использовал для настройки моей самой-самой первой антенны. Да, это прибор. А что? Что, не прибор, что ли? Ну, тут он немножко, конечно, порвался. Вот я смотрю, у меня резистор отпаялся. Переключатель был вот здесь, вот в этом положении. В общем, выглядит все очень просто. Абсолютно та же самая схема, что и вот у этого прибора. Значит, вот здесь вот в среднюю точку запаивается. Да, отскочил. В среднюю точку запаивается. Сюда же подключается тумблер. Но у меня вот только кнопочный тумблер. Вот. Ну, это не имеет значения. Переменный резистор. И вот то, о чем я говорил. Вот они. Два конденсатора. По принципу умножитель детектора. Два конденсатора, два диодика. Вот у меня они. 4148. Переменный резистор для калибровки. И головка стрелочная. Самая обычная. Как она? 263-246. По-моему, забыл как назвать. А, во. М400-4762. Во. М40-762. Головка. 240, по-моему, микроампер. Отклонение. Чем меньше отклонение, тем лучше. Все. Вот. Вот таким прибором. И вот то же самое. Абсолютно. Вот точно так же устроен и вот этот прибор. Только там, конечно же, все несколько проще. Вот этот датчик. Как ни странно, это датчик. Вот. Внутри идет коаксиальный кабель. Еще один. Там внутри, прям в трубе. Я его отгрызал. Ну, вот видно, что он отсюда вот выходил. И вот куски оплетки от него. Вот. Значит, здесь сидит коаксиальный кабель. В него пропущен вот этот вот жило медное. Вот. И в средней точке здесь вот оно все соединяется. К тумблеру. И показания снимаются. А, нет, не к тумблеру. Вот так вот оно уже подключено. Вот датчик, собственно. Вот. Вот. Да. Значит, вот так вот это все соединяется. А вторая земля, которая... Вот серый, 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 серый. Серый. Да, вот он запаивается резистор вот сюда. А датчик подключается непосредственно вот сюда. И все. И тумблером, соответственно, происходит коммутация. Вот. Это очень простая и понятная конструкция. Это вот самый простейший рефлектометр. Реально. Пять элементов. Диод. Диоды и конденсаторы одновременно и детектор и умножитель. Ну, и резистор, это калибровка. Измерительная головка любая. Можно, кстати... Ну, собственно, на ней построены все цифровые КСВ показометры. На этом же принципе практически. Только там две вот таких вот этих. Датчики немножко поменьше. Ну, кто-то делает датчики на ферритовых кольцах. Это не имеет значения. Так что вот. То есть, видите, да? Я, как любой радиолюбитель, я прошел это. Вот сам я делал такой прибор. Он у меня работал. Позволил мне без проблем настроить антенну. Первые связи проводились на антенну, настроенную вот этим прибором. Наконец-то я его показал. Теперь я его могу разобрать и выкинуть. Хотя латунная трубка. Вот. Ну, на самом деле, речь-то вообще не про эти приборы, друзья мои. А речь про приборы LM1. Декабрь 59-го года. Ну, вот. Классная штука. Что это такое? Значит, ну, это самый обычный, в общем-то, видно, миллиамперметр. Ток отклонения полного. 150... Не, не 150, 1500 микроампер. Или полтора миллиампера. Значит, ну, а это Ардуино Уно. И ограничивающий резистор для подбора тока. Вот. Значит, я тут немножко поэкспериментировал. Я же так еще попутно Ардуино и занимаюсь. Так, для себя, ради интереса. Подключаем. Смотрите, что получается. Это не полное будет отклонение. Хотя... Да, не полное. Не факт. Значит, каждые 2,5 секунды после устаканивания... Оп. Каждые 2,5 секунды после устаканивания... Он дает какое-то случайное значение. И вот это случайное значение на цифровой шкале отображается. Вот раз. 2 секунды устаканилось. Оп. Следующий. Оп. Еще 2,5 секунды. Оп. Еще. О, друзья мои. Вот, собственно, я что и хотел сказать. О, максимальный 255. Значит, ну, понятное дело, здесь я расскажу о том, как это все работает. Ну, тут самый главный вопрос, в общем-то, к вам, друзья. А что с ним можно сделать? Вот к Ардуине я подключил, тут все откалибровал. Резистор подобрал. Тут надо еще конденсатор сглаживающий поставить. Потому что иногда видно, что стрелка дрожит. Вот. Оп. Она вот сейчас дергалась. Вот вы этого не заметили. Но вот она дергается. Значит, что с ним можно сделать, ребят? Ну, помимо того, что его можно очистить, отмыть. Тут все, конечно. Ну, вот, лимб можно выставить любой. Я, наверное, так и поступлю. Лимб вынем. Какие-то другие, ну, или, может, эти значения сюда можно нанести. Ваши мысли, друзья. Пишите в комментариях. Я хочу что-то с ним сделать. Потому что, ну, смотрите, цельный прибор в корпусе. Значит, предел измерения. О, у него тут шильдик на заднице. Полтора миллиампера. Номинальное падение напряжения. Напряжение 11,2 микро... Или миливольта. Наверное, миливольта. Вот. Ну, и включение здесь понятно. 70 Ом его сопротивление. Нет, не 70. 71, по-моему. 71 Ом. Ну, плюс-минус, в общем. Около 70 Ом его сопротивление внутреннее. Плюс еще, конечно же, резистор подобран 3,3-300, по-моему. Чисто для того, чтобы как раз вот 3,3-100, да, и тут 3,3 вольта в Ардуине, соответственно, чтобы ток был ограничен как раз примерно вот одним, там, полутора миллиамперами. Ну, с учетом бросков, конечно, на катушке. Вот. Друзья, что можно сделать с этим прибором? Ваши мысли, ваши идеи. Я воплошу самую смелую дурацкую мысль вообще. Ну, вот. Есть у меня одна мысля. Я попробую сделать. Это прямо вот будет такой привет Гайверу. Потому что это какая-то классная штука. Вот. Это мне на коллективке отдали. Сказали, ну, забери, а что, а то выкинем. У него даже инвентарный номер есть. 43-80. Красочкой тут сбоку написано. Вот давайте. Давайте, чтобы не быть голословным. Красивые есть. Надписи все прям винтаж, винтаж. Ну, 59-й год. Корпус покелитовый, по-моему, еще даже не пластиковый. Отдел контроля качества. 14-9 или 14-9. Ну, точнее, отдел технического контроля. Штамп УТК. На Ростест. Ой, Ростест. Это союзный тест. Не знаю. Ну, номерной прибор. ГОСТ 140. ГОСТ 184-5-52. Вот. Ну, и, конечно, вот шильдик. 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 Вот. Миллиамперметр, пожалуйста. Предел измерения. Номинальные падения. Тут, наверное, не очень хорошо видно. Хотя, ну, в общем, это не имеет значения. Ну, что, друзья. Пишите. Пишите в комментариях, что можно сделать на базе Ардуини. Ну, будем, конечно, брать на Ану. На Ану. Куда это? Вот. И хочу я внутрь загнать это все дело. Вот. Прибор, я так понимаю, сделан для того, чтобы лежать. Хотя, не факт. Но я что-нибудь придумаю. Как-нибудь мы его закрепим. Можно будет повесить на стену, например. Или еще куда-нибудь. В общем, я придумаю, что с ним делать. Поэтому, друзья мои, пишите обязательно. Что такого можно с этим прибором соорудить. Все, господа. Ну, такая вот простейшая такой вот, знаете, анонс небольшой. О, кстати, да. Видите? Вот. Он у меня вообще-то стоял. А здесь... Здесь ноль уплыл. Ну, понятное дело, здесь есть калибровка. Оп. Можно, конечно, и положить. Тут непонятно, кстати, в каком положении он должен быть. Что-то не нарисовано. Ну, калибровка все работает. Всю обалденно работающий прибор. Да, прибор калибровки где-то ноль. Один. Ну, что-то около плюс-минус 10%. Да. Ну, не калибровка, как это назвать. Обнуление. Обнуление плюс-минус 10%. Обалденно. Ну, на магнитном подвесе. Для постоянного тока. Очень хорошая штука. Правда, ну, полтора миллиампера. Ну, куда его применить, непонятно. Зато его можно применить вот в качестве головки. Так сказать, в качестве инструмента, который выдает некоторые данные. Вот какие данные можно выдавать с Ардуиной. Что вот можно с ними делать. Пожалуйста, приглашаю вас в комментарии. Давайте подумаем, что можно сделать. Всем спасибо. С вами был Бутылкус. Он же Алексей. Личный позывной. Радио 3. Павел Леонид Николаев. Жду вас в комментариях. Ну, и до встречи. Пока.